Евросоюз намерен интегрировать украинский авиапром в европейскую структуру. Для стимулирования сотрудничества создали проект Аэро-Украина. В качестве одного из стратегических партнеров рассматривается конструкторское бюро Ивченко-Прогресс. На базе предприятия прошел семинар с участием отечественных и зарубежных специалистов. Здесь есть все для исследований, проектирования и производства авиатехники, уверенной на Западе. Правда, что же это самое все, пока не знают. Поэтому прислали специалистов выяснить. Сотрудник немецкого аэрокосмического центра служил в Восточной Германии на Ан-26. Так что с двигателями КБ Ивченко знаком не понаслышке. Теперь прилетел за новыми разработками. Нам очень интересно сотрудничать в области тех направлений, которые у нас не ведутся. Об этом надо узнать и это надо обсудить. Пока идет конференция в цехах Ивченко-Прогресс, кипит работа. На предприятии двигатели не только разрабатывают и производят, но и сопровождают в течение всего жизненного цикла. На стапелях после ремонта сердце Руслана. Последняя сборка, испытания и на самолет. Мы выставляем коробку приводов с промежуточным приводом. Соосность. Проверяем соосность. Людмила Горбань на предприятии уже 27 лет. Смотрит ротор турбины двигателя Д-18Т. Вмятин трещин нет, значит порядок. Смотрю, какие доработки уже выполнены, которые нужно выполнить. То есть выполнить модернизацию, допустим, узла. Такой подход иностранцев впечатляет. У них давно уже все по-другому. Говорят, о рабочей ресурс продукции три года. Потом продают новое. На этом вся экономика держится. Здесь все по-другому. Здесь на человеческий век работает. Так что стараются, чтобы она работала еще через 50 лет. Это приятно видеть. Так что пути сотрудничества есть, уверены европейцы. Предлагают участвовать в консорциуме. Ничего конкретного пока не обещают. Присматриваются. Ищут свежие умы и идеи. В Украине договариваться готовы, но только на взаимовыгодной основе. Говорят, есть то, чего нет нигде. Например, первый в мире винтовентиляторный мотор. На разработку такого в ЕС потратят не один миллион. Я думаю, что мы можем найти точки соприкосновения. Лучше узнаем партнерам. Потому что мы можем выйти именно совместно на новые рынки с новым качеством. В конструкторском бюро Ивченко уже работали с европейцами. Исследовали малые двигатели. Дальше теории дело не пошло, а жаль. Авиастроителям есть над чем подумать вместе. Тогда результат может оказаться выше самых запредельных фантазий.